Итак, к нам сегодня урок пришли гости. Давайте поприветствуем наших гостей. Утром ранее кто-то странный заглянул в моё окно. На ладони появилось ярко-рыжее пятно. Это солнце заглянуло, будто руку протянуло в тонкий ручек золотой. И как с первым лучшим другом поздоровалось со мной. Солнце встречает каждого теплом и улыбкой. Дарит каждому хорошее настроение. Я хочу пожелать всем нам, чтобы каждый день приносил нам только радость. А теперь давайте, уважаемые гости, дорогие ребята, все вместе улыбнёмся и поделимся с каждым частичкой своего хорошего настроения. От этого зависит успех нашего урока. Удачи во всём и радости от предстоящей работы. Ребята, а вы любите путешествовать? Да. Очень замечательно. Хорошо. Я предлагаю вам сегодня отправиться в путешествие. А вот куда мы с вами отправимся, вы должны будете догадаться. Ребята, можно говорить хором. С городом этим другим не сравниться. Главный в стране он зовётся... Громче! Столица! Столица! Ребята, а какой город является столицей Россия? Я думаю, что столицей России является Москва. Правильно, верно, хорошо. Ребята, народная мудрость гласит, кто в Москве не бывал, красоты не видал. А кто из вас был в Москве? Арсений, что вы там видели? Красную. Я видел в Москве красную пловую очередь. Так. И Ромин, у нас очень часто в Москву ездят, я знаю. Я видел Кремль. Кремль видел. Ещё. Кто был у нас ещё в Москве? Всё? Итак, ребятки. Ребята, а вот как назвать одним словом эти места? Как назвать одним словом эти места? Что это? Такие особые места, особенные места. Правильно. Это достопримечательности. Ребята, что же такое достопримечательности? Что же такое достопримечательности? Да, Егор? Что такое достопримечательности? Достопримечательности. Ребята, я правильно поняла, что достопримечательности это знаменитые места. Правильно? Правильно. Ребята, как вы думаете, а для чего же с вами мы отправляемся в путешествие в Москву? Для чего? Как вы думаете? Полина, как ты думаешь? Я думаю, что чтобы узнать многого-то сюда. О чем? О Москве. О Москве. О Москве, так. Арсений, ты как думаешь? Для чего мы с вами? Чтобы увидеть новые достопримечательности. Правильно. Ребята, вот во время путешествия, как вы думаете, мы с новыми людьми познакомимся? Значит, Ксюша, чтобы познакомиться с новыми друзьями, конечно, найти, обвести новых друзей. Правильно. Ребята, а как вы думаете, мы самостоятельно сможем путешествовать? Самостоятельно. Ты как думаешь, Полина? Я думаю, что мы сможем. 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 Так. Арсений, ты как думаешь? Слушай, ты как думаешь? Самостоятельно сможем путешествовать? Я думаю. Думаешь, да. Так. Ребята, ну вот чтобы наше путешествие стало более познавательным и интересным, нам в этом нужен помощник. А как вы думаете, кто нам в этом может помочь? Настя, как думаешь? Я думаю, что нам поможет в этом экскурсовое. Правильно. Ребята, а кто же такие экскурсоводы? Кто такие экскурсоводы, Диана? Это такой человек, который проводит экскурсии. Для кого? Для нас. Для нас. А мы кто? А мы там кто? Для туристов. Правильно. Для туристов. Ребята, но не только для туристов, правильно? А вот местное население там тоже проживает. То есть и для туристов, и для местного населения. Правильно. Ребята, наряду с профессией экскурсовода есть еще и смежные профессии. Ребята, это слышали, наверное, гид, историк. Да, да, все не слышали? Гида. Слышали. Историк, музейный работник, этнограф. Ребята, теперь скажите мне, пожалуйста, а вот во время путешествия с людьми каких профессий мы с вами можем еще встретиться? Кто нам может вот помочь во время путешествия? Кто нам? Или сопровождает нас, или кто-то нам помогает. Ну, например, если мы на поезде поедем с вами, да? Кто нам? Люди каких профессий нам встретятся на поезде поедем? Я предполагаю, что это будет машинист. Машинист, да, еще кто? Кто у нас еще? Я с кандыр. Проводник, да? Проводник. Ребята, вот мы с вами собрались в путешествие. Пришли мы с вами на вокзал. Подходим к кассе. Например, да? Кто там? Кассир продает билеты. Правильно. А если мы на автобусе поедем? На автобусе. Кто? Говорит. Водитель. Водитель, конечно, конечно. Итак, ребята. А нам с вами уже пора отправляться в путешествие. И для этого, ребята, мы с вами возьмем эллетики. Итак, ребята, а еще нам во время путешествия понадобятся вот такие волшебные шарики. Давайте назовем цвета этих шариков на немецком и английском языках. Итак, белый. Громче, ребята. White. Все верно. Следующий. Синий. Blue. И последний у нас красный. Рот. Red. Ребята, а как вы считаете, на каком виде транспорта мы доберемся быстрее всех до Москвы? На каком, Арсений? Я думаю, что на самолете. Правильно. Это у нас будет самолет. Дамы и господа, меня зовут Атонин. Я приветствую вас на плату наших самолетов в Бензо-Москва. Наш полет продлится 1 час 40 минут. В это время я прошу вас занять свои места и штегнуть их безопасности. Также мы просим вас перевести ваше мобильное устройство в режим полета. Спасибо за внимание. Ladies and gentlemen, my name is Alena and I am flight attendant. Welcome to our airplane in the Moscow. Our flight time will be off 1 hour and 40 minutes. Also, your portable electronic device must be set to aid. Thank you. Итак, ребята, вот мы с вами и в Москве. В аэропорту нас встречает экскурсовод. Вот, ребята, какими знаниями должен обладать экскурсовод, сегодня мы с вами об этом на уроке и узнаем. А для начала перенесемся в прошлое. И узнаем, где, когда и кем была основана Москва. Ребята, я предлагаю вам посмотреть видео ролик. Много веков назад, вместе при сельянии узенькой лесной речки Небелины с полноводной, чистой, как слеза, москвой рекой, жили крестьяне села Боярина Кучкова. Сюда вместе со своей дружиной прибыл ростово-создорский князь Юрий Долгорукий. Полюбился князю, удобный для обороны холм. Место было тихое, глухое, водное, рыбное и охотницкое. Но не захотел Боярию Кучков признать князя, за что и поплатился с жизнью. Летописное предание говорит, что Юрий, разнив Кучков, взыли на гору и обозри отчима своими Сема и Ована по обе стороны москвы реки и Небелины, на степи села он ее и повелел сделать и там реванград. Обнесли холм в валу, за муром дымя, оставили из запада и востока ворота, выстроили дубовые княжеские палаты. Вырвли вокруг ров, шел 1147 год. Этот год и стал считаться годом рождения Москвы. Посмотрите, как удачно расположился этот городок. Он стоял на высоком и вырвистом холме над рекой Москвой. Горь. Итак, ребята, а теперь ответьте, ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Ребята, в каком году была основана Москва? Кто за попросили? В 1147 году. В 1147 году, помнится. Молодец, молодец. Итак, ребята, а кто же был основателем Москвы? Основателем. Кто был основателем? Один Арсений смотрел видеоролик. Кто был основателем Москвы? Арсений. Я думала, что основателем Москвы был Юрий Долгору. Правильно. Да, ребята. Основателем Москвы был Юрий Долгору. Ребята, а почему город Москва носит такое название? Опять Арсений. Почему город Москва носит такое название? Настя. Выручай, Арсений. Потому что я думаю, что вблизи с Москвой протекала река Москва. Ты моя умница. Ты моя умница. Итак, ребята, скажите мне, пожалуйста, а вот на каком школьном предмете говорят о прошлом Москвы? И не только Москвы, а вот о других городах, о других странах. На каком? На окружающем мире. На окружающем мире. Да, Арсений, как думаешь? Я думаю, на историю. Молодец. Ребята, вот с пятого класса, умница Арсений, ребята, с пятого класса у вас будет новый предмет, который будет называться «История». Итак, ребята, а сейчас скажите-ка мне, пожалуйста, а должен ли экскурсовод знать у нас историю? Коля, ты как думаешь? Я предполагаю, что экскурсовод должен знать историю. А для чего именно история? Ребята, для чего? Для того, чтобы он рассказывал, что это такое, как это... Так, Ксюша, как думаешь, все правильно. Ксюша, для чего история экскурсовода? Чтобы он... Рассказывает. Чтобы... О Москве. То есть, экскурсовод должен знать историю, чтобы рассказывать туристам, да, и местным населения об истории города. Да, или в истории страны ответить на все интересующиеся вопросы туристов. Правильно, ребята? Правильно. Итак, а сейчас, ребята, мы с вами получили билетики. И давайте найдем, да, свой билетик в соответствии с шариком. Белый. Какого белый билетики? Белый билет. Сюда. Синий и красный. Да. Ребята, у вас на столах... А теперь, ребята, мы с вами работаем в группах. У вас на столах белый конвертер. В этих конвертах находятся пазлы. Пазлы. Эти пазлы вам нужно будет собрать и приклеить, ребятки, вот на этот листочек. И после того, как вы сложите пазлы, вы должны будете угадать, что же это за достопримечательность Москвы. Итак, по моей команде приступили к работе. Если что, поможет вам учебник. Да. Ребята, если вдруг вы затрудняетесь, определись достопримечательность. У нас достопримечательность есть в учебнике. У нас достопримечательность есть в учебнике. Продолжение следует... Итак, подводим работу к концу, ребята. Подводим работу к концу. Итак... Начинаем, наверное, от группы, да? Первая группа. Так. Кто у нас там болел? Давайте. Что за достопримечательность у нас с вами? Давайте повесим ее сначала на доску. Это цирк Никулина. Это цирк Никулина. Ребята, а как вы догадались? Ну, потому... Потому что у нас дально и наличие перерисовано... Купол. Купол, да? Ребята, а это кто? Никулина. Никулина. Дальше. Идем, давай. Готовы? Идем тебе. Идем. Кто пойдет? Пойдемте. Пойдемте. Мы, наверное, сразу отготали. Давай. Что за достопримечательность у нас с вами? Это московские клинки. Это московские клинки, да, и перка. Пойдем? Готовы? Пятая. Ах, ладно. Идем в театр. Это что у нас есть примечательность? Мы сейчас повесим. Это большой театр. Это большой театр. Правильно. Ребята, а ежегодно Москову посещают миллионы иностранных туристов. Вот и так. Мы с Туистами из Босква. Сегодня мы в Москве. Здравствуйте, Латвич из Британии. Добрый день. Как ты зовут? Как ты зовут? Я зовут Арсений. Аня. Как ты зовут? Я зовут Елизабет. Я рад. И куда ты пришел? Я из Белинской. И ты? Я из Белинской. Добрый день. Спасибо. Спасибо. Привет. Спасибо. И что ты? Меня зовут Барбара. Где вы? Я из Барбара. Я из Борбины. Спасибо, до свидания. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А я иду, шагаю по Москве Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слово «кремль» происходит от древнеросного. Читаю, читаю. Нет, представляю. Хрон так назывался. Центральная часть древних бонородов. Со всех сторон она была обнесена крепостными стенами в башню. Первый кремль был деревянным. Правильно, верно, молодцы, ребята. Егор, скажи, пожалуйста, а вот пропущенные слова какой частью речи являются? Думаю, что пропущенные слова являются. Прилобателем. Правильно, верно, ребята, не на прилобателем. Вторая группа. Большой театр является крупнейшим театром оперы и балета России. Он расположен в центре столицы на театральной площади. В группе этого театра работают лучшие артисты балета. В его оркестре играет лучшие музыканты. Верно. Саша, скажи, пожалуйста, пропущенные слова какой частью речи являются? Наше мнение, что пропущенные слова являются глагоном. Умница. Правильно. Это самый старейший цирк в России, здание уже почти 140 лет. Этот цирк сегодня радужно приглашает вас в гости, ведь в нем работают артисты самых разных специалистов. Мастерин. 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 Хорошо, молодец, Руслан. Ребята, какую часть речи являются? Мы считаем, что пропущенные слова в тексте являются существительными. Верно. Все верно. Ребята, скажите, пожалуйста, а часть речи мы с вами, ребята, на каком школьном предмете изучаем? Настенька. Я думаю, что мы изучаем части речи на русском языке. Верно. Ребята, скажите, пожалуйста, экскурсоводу нужны знания русского языка? Вы как думаете? Я думаю, что надо. А для чего? А для чего нужны экскурсоводы знания русского языка? Что вы что? Ребята, мы когда с вами пишем изложения, сочинения, мы с вами что делаем? Развиваем свою речь. Правильно? Да, Ксюша, правильно. Мне, Ксюша, помогает, чтобы речь была красивой, яркой. Правильно, ребята? Да, Арсений. Я думаю, что русский язык этот русскурсоводу нужен, чтобы красиво говорить. Правильно, чтобы красиво говорить. Правильно. Итак, ребята, наше путешествие подходит к концу. А теперь скажите-ка мне, пожалуйста, по какому же городу мы сегодня с вами путешествовали? По какому городу? Его же полным ответом мы сегодня с вами путешествовали по городу в Москве. Да, по Москве. Ребята, а что нового вы узнали о Москве? О Москве. Алина, что ты узнал? По Москве есть церковь Олина. Правильно. Да, а Арсений что узнал? Я узнал, что первый Кремль был деревянным. Умница. Еще кто что узнал нового и запомнил о Москве? Олина. 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 У нас есть Большой театр. Есть Большой театр. Олина, что ты запомнила о Москве? Я запомнила, что Москва была основой в 1187 году. Умница. Ты моя умница. Где у нас? Я запомнила, что Большой театр работает самым лучшим музыкантом. Умница. Умница. За что запомнила? Я узнал, что в москавском церкви уже 140 лет. Умница. Молодцы. Схитрив чуть-чуть, да? Ну, молодцы. Мы маленечко не учили вот это. Молодцы, ребята. А сейчас, ребята, я предлагаю поиграть вам в игру. Игра называется «Угадай мелодию». Сейчас будет звучать мелодия. А мы с вами закроем глазки и должны будем отгадать, где же мы с вами находимся. Приготовились, закрыли глазки. Итак, откроем глазки. Ребята, где же мы с вами находимся, Алиса? Да, это сейчас звучание числа и крылья. Да, у нас с Паской башня, да, ребята? Правильно. Так, закрываем глазки. День, мы сейчас будем в Большом театре. В Большом театре, правильно. Закрываем глазки. Закрываем глазки. Правильно, ребята. Итак, ребята, давайте же подведем итог нашего урока. Ребята, мы закончим ваше путешествие по Москве. Впереди нас ждет много нового и интересного. И самое главное, ребята, для вас, впереди вас ждут весенние каникулы. Вы рады? Да. Все рады. Ребята, ко мне вчера подошел Яромир и сказал, что они на весенних каникулах с бабушкой. Собираются поехать в гости в Москву. Они очень часто туда ездят, да. И он очень хочет посетить одну экскурсию. Ребята, меня тоже экскурсия очень заинтересовала. Он нашел в интернете вот про эту экскурсию. Я хочу, чтобы вот он с вами вам рассказал про эту экскурсию. В Москве открылась новая экскурсия. Москва. Сгляд сверху. Начинается эта экскурсия в храме Христа Спасителя. Здесь туристы поднимаются на обзорную площадку. Оттуда открывается видный исторический центр Москвы. Это находится на 56 этаже. Башня империи. Здесь можно узнать историю московских высоток от Колоколи Ивана Великого до Небоскрёва. Ребята, Яромир у нас когда приедет из Москвы, мы с вами после каникул встретимся, и он нам расскажет о своих впечатлениях. Он даже узнал, сколько билет стоит уже. Гордон и Тим, вот столько стоит билет. Хорошо. Спасибо, Яромир. Спасибо большое. Ребята, мы с вами познакомились только с некоторыми достопримечательностями Москвы. А вот дома, ребят, впереди вас ждут весенние каникулы. Время у нас будет дома, куда свободного. Подготовьте мне, пожалуйста, к следующему уроку информацию о других достопримечательностях Москвы. Может быть, которые бы вы хотели посетить, или которые вас заинтересовали. Договорились? Кто желает, ребята, можете сделать презентацию. Договорились? Договорились. Итак, ребятки, вы скажите-ка мне, пожалуйста, что же должен знать экскурсовод? Малина, он должен знать историю, иностранный язык, русский язык. Ребята, а что же есть? А вот как вы думаете, что еще должен знать экскурсовод? А что еще должен знать экскурсовод? Что еще? Может быть, каким-то качествами должен обладать? Вы как думаете, каким он должен быть? Должен быть доброжелательным, да? Да. Я думала, что он должен быть общительным. Общительным, правильно. Еще. Настя? Диана? Диана, я не знаю, что в области. Туристов, правильно. Итак, ребята, скажите, пожалуйста, кто из вас хочет стать экскурсоводом? Кто хочет стать экскурсоводом? Кто хочет стать? Хорошо, хорошо. Ребята, а что для этого нужно, чтобы стать экскурсоводом? Вот что? Ксюша, вот с чего ты начнешь готовиться к этой профессии экскурсовода? Экскурсоводы. Так, а где мы ее учим в истории? В пятом классе истории, да. Так, еще. Да, ребята, а мы с вами это знать как должны? Хорошо, да? Ребята, то есть, чтобы стать экскурсоводом, нужно? Нужно? Можно ходить в школу и пропускать роти. Не ходить в школу, не пропускать роти. Настя, нужно? Нужно быть, ну что, чтобы все было, должен быть общительный. Так, значит, взял. Постараться всегда на дворете и внимательно слушать. Ребята, хорошо. Я правильно поняла, чтобы хорошо учиться в школе? Правильно, ребята? Хорошо учиться в школе. А для чего это надо? Чтобы хорошо учиться в школе? Дальше что? Первая ступень, хорошо учиться в школе. Дальше что? Арсений? Закончивость института. То есть, чтобы хорошо учиться в школе, чтобы поступить в высшее учебное заведение, правильно, ребята? Ну не только высшее учебное заведение, правильно? Ребята, очень много хороших колледжей, техникумов, правильно? Так, и выбрать профессию какую? Интересную, да? Полезную для общества. Востребованную профессию нужно выбрать. Правильно. Ребята, вот какими вы были сегодня путешественниками, вы наклеите смайлики в янечки. Как вы усвоили материал, да? Вы наклеите смайлики в янечке. А сейчас, ребята, покажите мне, пожалуйста, свое настроение. Все нашли, что хотели? Замечательно, ребята. Мне очень приятно. Ребятки, спасибо вам большое за урок. Мне было очень приятно с вами работать. Вы были активными, внимательными, любознательными путешественниками. Спасибо вам большое. На этом наш урок кончен. Спасибо. Всем спасибо.